Здравствуйте, дорогие мои женщины! Да, сегодня я обращаюсь к женщинам, к девушкам, к девочкам. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником, праздником весны 8 марта. Ну что можно пожелать в этот день? Конечно, весеннего теплого солнышка, крепкого здоровья, но исполнение всех-всех ваших желаний, любви, любви близких, любви друга, ну вообще просто-напросто любви. И быть в этот день, и вообще всегда быть очень счастливой, ну и веселой, наверное, всегда улыбаться и никогда не огорчаться. И, ну вот, пожалуй, вот так. И что мы сегодня с вами будем делать? Вы знаете, всегда у нас стоит с вами вопрос, ну вот что же, что же вот все-таки подарить на 8 марта? И вы знаете, вот что я вам хочу предложить? Я вам хочу предложить, в общем-то, как сделать сладкий букет. Сладкий букет, то есть конфеты в виде цветка. Вы скажете, ну какая-то ерунда, я лучше пойду и куплю подарок. Но вы знаете, не всегда, ну каждый может и позволить себе купить подарок. У кого-то может быть и финансовые проблемы. А потом ведь просто этот подарок, можно сесть вдвоем со своими детьми, сделать этот подарок и подарить какому-то близкому человеку, женщине. Может быть, это бабушка, может быть, в детском саду воспитатель. Ну, в общем-то, приятно получить этот подарок. Что нам с вами понадобится? Вот мы будем делать с вами вот такие сегодня сладкие конфеты. Вы видите, сладкие тюльпанчики. Вот такие вот цветочки. Внутри спрятана, видите, конфетка. Ну что ж, пожалуй, я вам сейчас расскажу, что нам потребуется. Нам с вами потребуется вот такая вот бумага. Эта бумага не простая креповая бумага, а бумага именно для цветов. Вы ее можете купить где угодно. Чем она отличается от обычной бумаги? Вот она более плотная. И если приглядеться, вот я не знаю, видно вам или нет. Вот такие вот как бы вот идут, вот видите, полосочки. То есть, вот видно, вот такая бумага. Она бывает разного цвета. Нам понадобятся с вами деревянные шампура для палочки. Нам понадобится двухсторонний скотч. Нам с вами понадобится обычный узкий скотч. Ну, ножницы. Так, бумага. Вот в данный момент я буду делать красный тюльпан. Обязательно зеленая бумага. Это для того, чтобы сделать листочки и стебель у тюльпанчика нам затянуть. И ножницы. И, конечно, конфеты. Конфеты обязательно. Это могут быть трюфель конфеты. Вот именно вот такой вот формы. Вот именно вот такая конфета. Ну, что ж. С хвостиком. С хвостиком, да. Пожалуй, приступим. Что мы должны для начала сделать с вами? Мы сначала с вами должны вырезать лепестки. Вырезаем мы лепестки с вами. Посмотрите, у нас вот идут полосочки. Если приглядеться на этой бумаге, вот такие полосочки, мы режем вот так. Вырезаем лепестки с вами. Вот так. Режем вот такую узкую длинную полосочку. Это у нас с вами будет заготовка для лепестка тюльпана. Вот так вырезали, отложили в сторону. Очень-очень короткий, не надо делать, в общем-то, эту заготовку, потому что неудобно будет крутить. Вот из этой полоски у меня получится, ну, где-то примерно, наверное, два лепестка. Вот так отрезаем. Вот этот кусочек лишний будет. Вот так. Посмотрите, сделали вот такие заготовки для лепестков. Посмотрите внимательно, что я буду делать дальше. Потом находим с вами примерно вот, чтобы полоска была посередине на этой бумаге. И вот так мы перекручиваем, вот так. И делаем вот такой вот, как вы видите, получается вот такой у меня лепесток. Вот смотрите еще внимательно. Вот полоска сгиб. Мы берем вот так, перекручиваем. Вот так. Получается у нас вот такой вот с вами лепесток. Смотрите, что я делаю дальше. Я должна, буду еще, вот это наши лепестки, сделать листочки. Вот. Отрезаем опять вот так вот поперек полосок, вот такую узкую полосочку. Ну, примерно здесь у меня получится, вот так, два листочка. Ну, листочек у нас у тельпана, вот, как бы вот такой, немножечко у него край застрен. Вот так. Вот такой вот листочек получается. Я вот такой всегда слегка, как бы, сгибаю, чтобы он такой вот веселенький был. Так, берем с вами край застряем. И вот так слегка его, слегка я всегда вот так вот его, как бы, вытягиваю, чтобы он имел интересную форму. Дальше мы должны с вами отрезать узкую полосочку. Полоску мы уже режем по направлению полосы. Узкая полоска для того, чтобы мы с вами могли нашу палочку обмотать, чтобы она была зеленой. Ну, примерно вот где-то вот так. Я думаю, этого достаточно не будет. Так, отрезали. Ну что ж, теперь мы с вами приступаем к ответственному моменту. Теперь мы с вами должны конфету закрепить к нашей палочке. Вот здесь нам с вами и понадобится наш скотч, узкий скотч. Вот так вот, берем мы ее, конфетку с вами должны закрепить. Вот так вот. Сейчас мы ее берем с вами и закрепляем скотчем. Затягиваем, чтобы она была вот так вот у нас хорошо с вами зафиксирована. Видите? Вот так мы зафиксировали с вами конфету скотчем. Теперь мы должны эту конфету нашу спрятать в лепестки. Вот так лепесточки как бы слегка, вот так мы с вами, вот так вот здесь у нас лепесточек, вот так вытягиваем немножечко. Так, где-то у меня еще лепестки были готовы. Вот они. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы нашу конфету начинаем прятать в лепестки. Так, собираем наш тюльпанчик. Так, и в заключении третий лепесток. Вот, желательно, чтобы конфета как бы была спрятана и, в общем-то, не очень довольно-таки торчала. Вот так, вот, все. Так, чтобы она была более-менее так вот устойчива, мы ее с вами давайте еще раз зафиксируем нашим скотчем. Вот так. Зафиксировали. Так, поправили наши лепестки. Вот, видите, наша конфетка спрятана внутри цветочка. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны с вами будем обмотать стволик у тюльпана. Для этого мы что делаем? Можно, в принципе, использовать клей ПВА, но это как бы руки пачкает, не будем, да? Мы с вами используем двухсторонний скотч. Вот так прилепили скотч сюда. Так, берем, снимаем защитную пленку. Как всегда у меня проблема. Мы с вами прилепили на краешек вот так двухсторонний скотч. И вот так его закрепляем. Вот так. И начинаем как бы обматывать наш тюльпанчик. Палочку тюльпанчика, да? Вот так вот. Стараемся как бы вытягивать. Вытягиваем. Она хорошо тянется, нашу бумагу. Так. Ну что ж, мы, пожалуй, вот сюда мы прикрепим первый листочек. Вот так. Я его люблю слегка вот так подвытянуть. Ну, вы можете кто как угодно сделать. Вот так. Первый вот так вот. Пусть у нас как бы он с вами, да, немножко прячет цветочек. Вот так. Продолжаем, продолжаем с вами наматывать. Ну что ж, теперь нам нужно прилепить с вами второй листочек. Вот так его подвытянули. Тоже, видите, он получается как бы более естественно смотрится. Вот так. Вот такие забавные листочки у нашего тюльпана. И мы с вами продолжаем наматывать нашу палочку. В конце мы опять с вами должны двухсторонний скотч использовать, чтобы закрепить, чтобы у нас с вами не расползся. Вот тут вот краешек мы должны будем... Ну, я говорю, это опять-таки, это может быть и клей ПВА. Вот так вот берем с вами. Так, лишнее отрезаем. Снимаем защитный слой. Вот, прилепили вот так двусторонний скотч. Но я вам хочу сказать, можно использовать клей ПВА. Это, в общем-то, довольно-таки удобно. Вот, использовать клей ПВА. Теперь вот посмотрите внимательно. Я всегда вот так вот беру и смотрю, как можно красиво, интересно вот так вот сформировать листочки. То есть, как их загнуть, чтобы тюльпан был более-менее похож на настоящий. Вот видите, посмотрите. Это получилось у нас, в общем-то, довольно-таки сладкий, такой сладкий цветочек внутри конфеткой. Очень оригинально. Вот посмотрите, вот видите. Вот собрав вот несколько вот так вот тюльпанов, даже, может быть, это даже на крокусы похоже. Ну, в принципе, и тюльпан. Вот видите, вот такой интересный букет. Вы можете красиво его завернуть в подарочную бумагу. Можете купить какую-то небольшую вазочку оригинальную. Может быть, у вас остается бумага цветов. Красиво завернуть. И, в общем-то, вот такой вот подарить сладкий подарок. Я вам хочу сказать, очень-очень хорошо, конечно, приятно этим занятиями заниматься вместе с детьми. Вот такой подарок мы с вами можем сделать на 8 марта и подарить близкому-близкому человеку. Вот. Может быть, подруге, маме, кому угодно. Вот видите, вот такие вот красивые сладкие цветы получаются. Я, в общем-то, всем вам советую порукодельничать и смастерить все-таки подарок своими руками. Пусть, может быть, он не такой богатый, но зато от чистого сердца. И вот эти красивые тюльпаны, дорогие мои женщины, сладкие тюльпаны, я дарю вам их, чтобы все у вас, ну, все ваши мечты и желания сбылись. Ну, вот на этом, пожалуй, я и заканчиваю свой вот такой приятный-приятный репортаж. До свидания, до новых встреч. С вами была Юлия Меняева. Пока!